Сегодня у нас 1 октября 2016 года. Это вот мой поселок Потеряевка. Я Пащенко Владимир. Заходим на усадьбу брата нашего Никиты Колесникова. Ремонту тут, конечно, море. Очень много делать. Но уже много сделали тоже. Туалет тут, траву сколько выдернули. Лестницу он там на доме сделали. Все с Божьей помощью. Сейчас посмотрим, чем у нас братья другие занимаются. Здесь вот мне брату Никите салог буду делать. Такое есть железо, попалось под руки. Вот тут брат Никита что-то копается. Что ты там, брат, за яму копаешь? Для золы вот это. А, для сажи? Для сажи, для золы. Да, она же ветром развеять ее может. Уже почти закончил. Ну вот, слава богу. Дальше идем, смотрим. Перезки стоят красивые. Подвал с колодцем. Вот ящичек, который я буду устанавливать. Подсчетчик электрический. Вот. Вон туда, вон, установлю его. На стенку повешиваю, он там сделает. И на столб потом пойдет. На электрический. Ну, чтобы лучше было видно, сейчас обойду и покажу. Сорейки кругом. Вот столб. Вот с этого столба, примерно, они будут тянуть к дому. А здесь решили мы повесить счетчик. Ящик этот со счетчиком. А вот старые провода у него где висят. Ну, там электрики разберутся уже, что и как. Здесь у него почему-то тоже есть непонятно. Сюда электричество шло. Изоляторы эти. Вот, идем дальше, смотрим. Вот, заходим в дом брата Никиты. Дальше, смотрим. Их и началась. Спичка, видимо, орудует. А, куда летит только. Опечка тоже требуется ремонт. Хороший. То есть, что где-то обрушилось, лопнуло. Вот Игнать, значит, чем-то занимается. Что там делать, Игнать, значит? О-о-о! Оператор пришел. Тут жил брат Павел. Ответственно, стоит этот Терюк. Мука целая. Мыши не попали. Мука. Ты, Никита, тут на военные годы можешь засесть. Тебя как Бирюка не выковырнешь. Ну, смотри, что получается. Бывла духовка. Он ставил от этой, от стиральной машины. Я сейчас даже и не знаю, как она у него обогревается. Попуда идет. Вот сейчас все разбираю. Делал печь, когда таял. Он все переделал. Смотрите, сколько кирпича. Для чего, непонятно. То ли он в духовке корове разогревал. Что? Вот покажи, в каком виде все это. Вот оно. Это вот сажа. Тебе там не сырят, она идет мимо. Видно, видно. Видно, вот она сажа. Там набрали, сейчас видуло только набрали. Там, где вторая печь, как где-то. Это русская печь. Плита. Смотри, как она у него. Я редко видел. Даже вот эти вот у него, и то прожженые, с дырками. И где-то одной части даже не хватает. Это конфорки закрывать. И здесь. Вот она плита. Видно, нет? Видно. И вот это отдельно вот вопнутая часть. Вот она. Вот он ее. На заклепке с двух сторон взял. Это вообще, я не видал еще такого отсюда. Я не могу разобраться, как оно дальше у него было. Что он тут переделал-то? Жил человек, страдал, мучился. А делать дальше не хотел. А что нужно было? Придел купить новую. Позвать печника. Прочистить печь. Вот она, русская печь. Печь у него нормально, топилось, тепло. Наверху было. Ну, да, что-то чистить надо. Сейчас она нигде не чищенная. Почему? Кирпичик выставляется. Когда ставишь туда, он выставляется маленько, выпуклый. А им не нравится, что выпуклая, но печи вровень. Замазал, все. Через день он и не найдет. Да побелил. А теперь надо чистить. А где чистить, не знаю. А кто печник? Он уехал. Все, кончилось. Печь нормальная, хорошо, по правилам сделана. Должна чистить в год 2-3 раза. 2-3 раза. Катай говорит. А здесь он живет 10-15 лет и ни разу не чистит. Наконец он каналы забитые. Он делает на прополое. И у него дым сразу идет. Но и это забивается. Он иногда-то чистит трубу, которая вертикально идет. Вот вторая у него печь. Вот тут у него мощно. Все закручивается. Вот оно. Что там такое? Сажи. Пепел. Здесь что? С чем эти бутылки, не пойму никак. Отвало. Вот тут можем вывернуть ее, но только не открыть. Вот так вот. Если так, то она отломится, видимо, и все. Дверка. Заржавевшая или еще. Вот я еще не открывал ее. Вот она. По завязку полная залы. Он ее не открывал. Ну и как она? По кислороду нету. Дальше. Печка вот сюда идет. Вот он сохранил. Так я и делал. Ну сейчас отсюда он ведро вытащил. Сажит здесь. Канал куда идет. Похоже, не чистился. Теперь надо прощищать. Мы только готовую сажу взяли. В любом месте, везде. Надо начинать сначала. А что, Путин виноват? Нам что? Медведев будет печь и чистить-то? Пуча бутылок. Можно было куда-то сдать их. Бутылки-то такие. Никита вот учится, смотрит. Смотрит и тоже хорошо. Вот, смотри. Попробел. Сейчас Никите надо туда рукой лезть. Но он лишь в каком костюме. Не знаю, как он. Придется снимать костюм. Вот туда идет. И туда надо... Теперь сколько захватит. Она там идет как? Вокруг духовки. Первый канал идет. Духовка красная кипит. Кверху. Вот здесь вот идет он книзу. Вот до сих пор. Вот там, которая... Прочистка была. И тут идет на проположье. Едва задвижку открыл. Вначале только сейчас делать. Вот посмотрите под ногами что. Так он подобрал маленько. Тут книги где-то родил. Все брошено. Вот оно где. Пройти невозможно. Но это... Это не строить. Вот наверху он, видимо, так и не дошел до этого. Что-то подвешивал он тут у него. Лампочки. Видишь, какой сок он вот этот вот. Требеди. Как так? Вот эти вот салфановые. Закрывал ее. Они так превратились в ничто. Потому что он его поставил, когда она где-то уже была на солнце. Новая никогда не трепется. Ультрафиолетовые лучи не попадают. Стекло их там поглощает или как. Я у себя сделал там вот сколько? 97, 15, 16, 18, 19 лет. И целое. Как будто сегодня прибил. И в храме так же мы... Это создает воздух. Плохой проводник тепла. И поэтому создает как будто бы третья рама. Тут лопнуто. Чего? Тут удар. Видно, что какой-то удар тут был. Вот эти вот. Так просто не бывает это. Можно как-то заклеить. Электричества пока нет. Кровати уже есть. Стены не строить. Вот она, гляди. Пеща стоит на полу. Или на чем она почему-то... Маленечко трещиной надо будет замазывать. Вот вверху у него это балки. Что сделать здесь-то? Не знаю. Но, видимо, дерево плитой зашито и все. Штукатурить тут никто не будет. Никакого ремонта этой глупости европейской. Нам не надо. Обыкновенно дерево плита ДВП предвел. Тут что-то не вовремя. Ну, не важно. А у Володи-то там протекало и две балки подгнившие. Они могут вообще участок потолка гукнуть. Надо смотреть. А у него, у Никиты, все проще. Самый проще дом потеряете. А сейчас я определяю, где, куда идет дым. Нам надо сейчас подвести. Вот эту печь. Никита сейчас начнет ее канала прощищать. Затопить. И вот это вот. А это она греет печь сверху. Покажи, залезь туда. Покажи, какие палати. Палати мощные у него. Но надо их огородить. Посмотри, какое там лампочки, видать, вверху там. А вон еще у него дымоход. Вон. А? Вон прочищается. А то что-то там еще химичное. Надо посмотреть будет. Балки у него гли какие хорошие. Балки у него ни одной подгнившей нету. Вот это палати. Крепетишек много. Вот у нас было. Все на палатах. Но тут барьерчик. Дальше он сделал вот это. Тут она барьер сделала. Вверху маленькая только щель. Вот здесь вот. Видишь, он как сделал, какие. Обычно. Потому что она оказалась между балками. Дальше ему не надо было накинуть. Рост человека. Сколько она? Сейчас я скажу. Ну, метр семьдесят два, метр восемьдесят с лишним. Тут ты можешь гостей принимать, не знаю сколько. Вот эти шины. Сюда сойди-ка. Вот на эти шины он взял. Видишь, как сделал? Между балками упирать не на что. Он сам сварщик. Видите, заварил намертво. И как изогнул-то. Вообще он мастер был большой. Павел, я говорю, он стоил ракетные шахты. В Тиргизии. Сварщик высокого класса. Безотказный работник. Вон этот вот электричество. Тут сварка у него еще только не было. Глянь, сейчас она настроена. Еще надо вытащить везде. Но это все уже будет не нужно, когда подведут. И здесь тут обогревает. Вот это идет. Как она идет, ничего не знаю. Просто сейчас я вот что делаю. Вот это открыл. Чтобы узнать, сплошной канал или нет. Я маленько натрех, Никита, на постель. Тут разберешься. Вот она какая палка. Ну, какой-то, что делаю-то. Вот. Ну, то есть, два с лишним метра. Вот так. Куда. Пробую, так у тебя делали. Вот она, куда дошла. Отлично. А куда она сажа-то прошла, неизвестно. Там и загнута маленькая. Вот здесь сажа забита полностью. Куда сажа это идет? Куда его гребать? Вот она дошла. Точно так же. Это означает, она дошла до обогревателя. А как обогреватель? Сейчас я вытащу, покажу. Примерно я уже нащупал. Значит, тут идет по прямой. Тут вниз она не идет сразу кверху. Но сажи полно. Вот оно как. Смотри. Это русская пища. Стоит. Вот за сюда, зайди. Вот здесь вот определенно. Вот до сих пор я дошел. Вот она стоит. Печорки это большие. Там можно что-то ложить. Но на окне ты посмотри, чего у него только нету. В каком виде. Еще старинные гирьки лежат какие-то. Вот оно что. Гирьки 300 грамм. 200 грамм. Это железная логика 500 грамм. 500, полкилограмма. Гирька говорит, товары приходят и уходят, а я остаюсь. То есть меняется правительство, все, президент один и тот же. Или там тиран какой-нибудь, муссолини. Видишь, все. Это все сделано-то из чего. Теперь вот это вот обогреватель называется. 25 сантиметров. Тут идут какие-то обороты. Вот сюда вот уже, видать. Вот. Теперь я должен найти, где эти повороты. Где эти обороты. Доходит ли дым до последнего, от которой сейчас я палкой отыкал. Она где-то вот сюда палка достала. А вот сюда идет тепло. На какой уровень опускается. Нигде ни одного сигнала нет. Нету. Ничего нет. Изнутри тут ясно дело, что ничего не сделаешь. Ну как там сделать? Туда не пролезьте. Ясно, что отсюда надо. Ну да. Как это? Ну вот они, канал тут. Вот канал, вот он идет. Вот он. Вот отсюда вот доходит. И туда бы, как бы, пошел он. Можно сделать так, чтобы обогреватель не грел здесь. Там печка есть. Но это надо найти его. И тогда просто разгон ему большой давать на летний ход-то. А это на уровне пищи. Идет это палате. Греть печь. Одновременно, как палате. Ага. То есть, все было сделано как надо. Но все пошло не так. Вот смотри, что он делает. Гляди. Вот это у него я хотел убрать. Ты помоги открутить вот это. Вот это. Он, видимо, там прокрутил. И болт. И вот здесь сделал, вешать что-то. Везде торчит не загнутое. Это как ты любит этот шуруповерт. Терпеть не могу. Саморезы. Вот. Салморезы эти. Салмонелозы. Вот это убрать надо. Вот у него все для чего. Теперь, чтобы она туда не выходила, он ее упер, вот палку прибил. Гляди. А к этой палке прибил вот эту. И на нее он, видишь, вешает что-то. Здесь черпак повесит. Здесь еще что-то. Вот так. Пожалуйста. Здесь что-то какой-то ошейник висит. Здесь на пружинке что-то. Ну, непонятно. Даже я такого прибора-то не видал никогда. Вот где-нибудь подбросит ЦРУ. А нет, 50 делу будут работать. Не поймут. Это когда, говорит, были в Тегеране, а Рузвельт-то парализованный был. Ну, и ради его все правители сидели. Сталин сидит и Черчилль. Ну, и его, кажется, у Рузвельта там не досмотрела охрана-то и ширинка расстегнулась. А Черчилль ему написал письмо, смотри, чтобы ястреб не вылетел. А тот на записке написал, у старого ястреб никогда не пролетит. И записку бросил. Там, говорит, НКВД. Разгадывали, разгадывали. Что под этим? Атомная бомба. Какие-то ракеты. Что вылетит? Куда? Там, говорит, все отделы, говорит, задействовали. И после войны узнали, решила о ширинке. Всего только. Об ястребы. Размножение. Так и здесь. Вот еще начнем смотреть. Мы загадываем, думаем. А может быть, он сам по всей простоте сделал так, что все замерзало. И он бросил и уехал. Он понимал, что вот так. Вот у него какие были часы. Вот здесь. Здесь долго шла борьба за потомственную икону. Бабушкиной. Там еще прабабушкина. На дереве. И она досталась Павлу. Потому что оттуда смерти жила моя мама. Павел, брат мой родной. Ну и сейчас кое-как сестра Валентина все-таки вытянула эту икону. Тебе это не надо. Но вот он у нас побыл здесь. Он беспробудный пьяница. И вот мы ему уважили. Везде ездили. Батюшка там Ярок подарил. Ярок это. И разговаривает, говорит, и трезвый. Трезвый. Вот удивительное дело. Что-то подействовало. Мы всем его молимся. Такой человек. Работал в КГБ. Ну, конечно, должность маленькая была. Комсомолец был. И вот все прахом пошло. Развод. Дочь в Санкт-Петербурге. Врачом работает. А вот это вот чего у него тут такое? Ну, как красота своего рода. Надо перевернуть. И обратно. О, еще как. Это снег идет. Метель прямо. Это вот так надо перевернуть. А потом поставить вот так. Ну, так. А что там? Храм или что? Кре, это все. Василия Блаженова или как его там? Блаженного, это, Василия Электон там. Ну, Блаженных только и прославляют. Почему Стефану Пермскому нету храма? Почему Иннокентию Вениаминову нету? Николаю Касаткину Японскому? Благовестники, проповедники, утруженики. А Архимандриту Макарию, Блухареву на Алтае, трудился среди этих айротов. Нет ничего блаженному. Так привыкли, это Никита. Ломаные все стекла. А остальное пока иди подбирай. Павел оставил много литературы, он считал много. Новый мир у него, кажется, подписка шла. Вот. Символ какая-то газета была. Газета, говорю, это... Женок. Журнал хороший, божественный. У него там, посмотри, сколько литературы. А там, а я работал. Христос воскрес. А-то ты его поздравлял? Вот здесь у него, я говорю, Никита, ты подбери и одной бумажки не выкидывать. Может быть, ему сгодится набрать. Что, Марк, Евангелие от Марка. В современном переводе. Ну вот. Не люблю я современные переводы. Я абсолютный почитатель пчела на цветке. Слышишь, что это? Это что, это про пчел, наверное? Укращение пчелы. О, здорово. Здорово. Понимаешь, ты попал в то место, где готовы все у него здесь. И вверху хранить, где пчел. Второй этаж, он для пчел взял. Как поднимать туда колодки? Никите все прям в руку идет. Ну, не знаю как, раскачается или нет. Видишь, какая вот здесь история. Это надо все подобрать, подбить. Эту неделю уже, последняя неделя у нас. И объявить Лене, что пасти уже не будешь. Даже понедельник. Занимаешься здесь. Понял, нет? Понял. Пойдем в дерево плиту и постараемся подбить вот это вот все. Тебе одному это не сделать. Это надо делать втроем. Вдвоем, втроем. А вот это вот так вот балки. Балки, вот видишь как балки, смотри. И сверху вот так нахлестку доски. Это я в Америке видел. Именно так живут дома. Они где-то в Лос-Анджелесе был. Вот так балки на виду. И вот так вот доски. Ну, доски может быть там поаккуратнее, построганные. А все, второе, точно так. Мне это понравилось. Во-первых, не надо ничего подгонять, щелей никаких нет. Ну, доска на доску. Видишь, как она где-то, в каком месте. То есть, у меня они разные. У них может быть одинаковое расстояние. Я не мерил там. Тут что-то у него. Это он заделал окно. Ты смотри, он как его заделал. Тепло нагонял. Это хорошо, конечно. А стены-то какие толстые у него. Среди. И внизу подвал. Самый большой, видимо, потерял подвал. Под всем домом. Под нами железобетонные плиты. Там такие блоки с бетонного завода. ЖБИ. А у батюшки еще хороший подвал? Ну, у батюшки хорошего, но он поменьше. Поменьше? Поменьше. У Павла просто огромный полигон. Он там чуть ли не телок, коров там держал. Теплее, чтобы было. Может быть, не коров, а овечек, я уж не знаю. Чтобы не соврать. Вот. Никита не знает, что такое сковородник. Я спрашиваю, как зовут? Он говорит, не знаю. Ну, куда я сюда? Быстрее. Я говорю, а ты сковороду знаешь? Знаю. Ну, а сковородник, она его затвившую губу хватает и тащит. Это блины пивут. Вот она, смотри, сковорода. Вот она сюда. Наоборот. Наоборот? Да. Ага. Что-то она не очень идет. Вот она. И, пожалуйста. Брать не надо. Сковорода-то тут даже не захватывается. Видимо, никогда не чистилась. Православный календарь. Духовные соты. Духовные. У тебя духовные и телесные соты будут. На. Бумаги тут какие есть. Тут много моей литературы переплетенной я дарил ему. Видимо, изречения какие-то. Все, забирай. Вот это что? Вот найдет какой-нибудь отдел. Он никогда не поймет, что я не могу. Соты. Или что здесь есть-то у него? А то Никита там переберешь, иди сразу сюда. Я начинаю дальше поиск возможности прочистить эту печь. Затопить. А то ты сейчас ищи половинки кирпича. Все, складывай в литературу. Сейчас будешь чистить. Ты у меня сейчас с Сашей будешь, как щучка. Все, поэтому. Давай, Володя, там. Подготавливай, чтобы послать Володю. Владимира Александровича. Угу. А то он наварил ее. Такого не видал еще. Это он к ней наварил. Такую длину. А зачем? Наверное, что-то думал тепло-то хватит больше. Ну, она, конечно, горбатенькая, цеплялится. Ладно. Вот откуда все идет. А все идет от того, что кто-то другой командует. Все, пока, Володенька. Я сейчас полезу наверх, вышибать в анфе в окна. Одно у него правильно сделано. Видишь, как он? Видно где еще. А здесь ничего не видно. Здесь, Никита, иди-ка сюда. Посмотри. Вот это мы убираем. Ты будешь чистить. Так. Туда не проходит рука. Вот она, видишь, Саша? Веди. Да, видно. Это все надо вынимать. Вот эти вот кирпичи вытаскивать сейчас. Зачем они здесь? Ну, видимо, огонь задерживал. Складывай, вытаскивай. Где-то, найди там место им. Сенях и бутылок. Сколько железок. Это он все укреплял. И не так он на этом держится. О-о-о-о. Какую мудрость. Говорят, японцы смотрели выставку. В советских машинах разных. Одни машины могут по болотам идти. Другие там через деревья большие перелазят. Но они говорят, какие русские умные. Всякие машины сделали, только чтобы дороги не делать. И так и здесь. Что угодно сделали. Только чтобы печку не чистить. Никита, ты если не любишь чистоту, то тебе как раз это место по душе. Я прошу перерубить этот канал. Чтоб все было чисто. И все знали, здесь живет не просто майданщик какой-то. А настоящий христианин. Вот так. Ну все. А как залезть? Ну что, я пошел или что? Давай, с Богом. Работы много. Представить еще. Ну вот так вот. Да, ужасно составит. Ключат. Не успел уйти. Ты мне это. Там открути этот болт-то. Убрать это все деревянное. Ну это тут сам покажи. У вас здесь весь этот бедлан. На второй этаж покажи. Вон кувалда есть. А? Кувалда есть у него. Кувалда. Кувалда. А там-то был, нет? Ну-ка. Нам это... Мы же тогда поднимались. Отнимались, да? Конечно. Как нам ее с трубой? Надо, нет, новую трубу покупать. А, с трубой. Смотри, тут открути это все. Это негативно. Ну, вот так вот. Слава Богу за все.